Мы подготовили пакет законопроектов, приняв который мы как минимум могли бы в очень кратчайшее время уменьшить социальные разрывы в Украине. И приняв который мы бы могли поменять вектор развития нашей страны. Потому что вот один небольшой пример. Сегодня в парламенте рассматривали наш законопроект, которым мы предлагаем отменить право начислять пеню и штрафы за задолженности по жилищно-коммунальным услугам. К сожалению, зал парламента не нашел в себе ни силы, ни воли, ни духа принять это решение. Вторая инициатива наша это отменить право наложения ареста на жилище человека и выселение человека из жилья в случае его задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Мы слышали красивые и яркие заявления правительства и премьер-министра, что они якобы это уже приняли и в ближайшем времени это будет действовать. Но сегодня, когда это рассматривали в зале парламента, к сожалению, фракция от партии власти такое решение не поддержала. Поэтому команда оппозиционная платформа «За жизнь» подготовила видение развития новой архитектуры экономики Украины. И она кардинально отличается от тех предложений, которые нам сегодня приносит парламент правительства. Потому что наша главная миссия и задача сегодня это защитить людей в Украине. И главный сегодня наш враг это, конечно, бедность, нищета и непрофессионализм. И поэтому, начиная принимать профессиональные решения, которые помогли бы вытянуть людей из бедности, дать сегодня правильные стимулы экономики, дать правильную налоговую и инвестиционную политику, дать правильные инструменты финансовой политике, мы бы могли в кратчайшие сроки, сегодня в посткризисной, поствирусной экономике, начинать поддерживать наших производителей и нашу финансово-кредитную систему. Но, к сожалению, мы видим, что гораздо легче. Сначала у людей отбирают хлеб, потом отбирают у людей зрелище. Гораздо легче диктовать политику репрессий, чем политику мотивации и стимула. Конечно, в принципе, модель страны, из которой люди будут уезжать в Европу, но не кофе пить в Венской опере, а окончательно будут уезжать на заработки. Молодежь, которая окончательно разуверится в будущем своей страны. Предприниматели, которые уже сегодня опускают руки и понимают, что им не нужны, они не нужны сегодня этой власти. В таком депрессивном положении мы страну из кризиса вывести не можем. Поэтому команда оппозиционной платформы «За жизнь» в преддверии Дня социальной справедливости сегодня собирает в Социальный совет Украины, куда присоединяются большинство ведущих общественных, ветеранских, чернобыльских организаций, организаций профсоюзных, работодателей, представителей социальной сферы, для того, чтобы обсудить вместе ту архитектуру развития Украины, которая бы позволила людям чувствовать себя действительно социально защищенными. И чтобы праздники у нас и в преддверии таких знаменательных дат не только рассуждали о том, как правильно, а наконец-то начинали действовать и делать, принимать решения, которые бы меняли ситуацию в нашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok